Окей, всем привет. Даже много народу. Я хочу поговорить сегодня про load balancing. Немножко затронем именно эту тему. Spring Cloud, если первый доклад был такой обзорный по всем технологиям, то это доклад с таким довольно большим количеством разных родов хардкора. Ну, во-первых, да, слайды не достаются. Пару слов обо мне. Меня зовут Александр Тарасов. Я работаю инженером в компании «Одноклассники». В свободное время занимаюсь различными проектами, выступаю на конференциях, в том числе различного рода. У меня есть Twitter, можете подписываться. Есть собственный блог, куда я пишу статьи, можете зайти тоже почитать. Вот. Значит, идея всего этого доклада, она, в принципе, родилась именно из различного рода моих опенсорсных проектов. То есть часть из них, они почти все связаны, дать или иначе, со Spring Cloud и так далее. И вот в процессе их написания ты сталкиваешься с какими-то проблемами, и потом, соответственно, хочешь о них рассказать другим людям, потому что есть некоторые вещи, которые могут быть неочевидны с первого взгляда, по крайней мере. Вот. Это дисклеймер. Такой небольшой совсем. Значит, основное, что из этого дисклеймера вам нужен миссия, что то, о чем я сегодня буду говорить, те технологии, которые мы возьмем, тот же самый Spring Cloud, в компании «Одноклассники» не используются. Вот у нас есть собственные разработки, которые выполняют, в принципе, довольно похожие задачи, да, решают похожие проблемы, вот, но саму библиотеку мы у себя не используем. И все это основано больше на моем опыте именно разработки в опенсорсе, и там различного рода тем, чем я занимался до, скажем так. Ну и да, в общем-то, всему не нужно мне, как говорится, верить на 100%, я могу тоже где-то ошибиться в каких-то вещах, и все вы должны сами проверять, и все персонажи вымышлены сегодня от совпадения будут случайны. Да, если вы хотите узнать, что-то про «Одноклассники», то есть два замечательных доклада, один из них как раз-таки про балансировку нагрузки, как мы делаем, а другой, в общем-то, довольно общий доклад Олега Анастасева про вообще то, как «Одноклассники» работают. Если вы еще не смотрели эти доклады, то я рекомендую вам их посмотреть. Вот, значит, ошибки сегодня не будут. Да, сегодня будет, вы уже успели посчитать, да, 128 слайдов, соответственно, и демо сегодня, к сожалению, не будет, хотя я его изначально планировал, поскольку, ну, по техническим причинам я не могу подключить ногу и показать его. Вот, ну, а я в конце дам список ресурсов, вы сможете это демо запустить у себя дома, его покрутить, повертеть, есть даже, в принципе, видео, где большинство из этого демо уже тоже, в принципе, есть, и в спокойной обстановке его можно посмотреть. Окей, значит, поехали. Значит, у нас план такой, мы сначала понимаем вообще, зачем нам нужна балансировка запросов, и посмотрим, как это сделано в Spring Cloud на каких-то примерах, которые я подготовил. Да, и первый вопрос, в общем-то, в чем именно у нас, в общем, проблема, да, которую мы будем с вами рассматривать. Проблема, она довольно простая. То есть у нас есть довольно большое количество различных сервисов, и между ними нужно делать балансировку нагрузки, да, какую-то. Балансировка нагрузки бывает разная, она бывает внешняя, да, то есть когда клиент, например, с браузера пытается через DNS получить запрос с одного из наших фронт-энд серверов, и это не то, о чем мы сегодня будем говорить. Говорим мы в основном о том, как балансировать запросы именно внутри нашего приложения, когда у нас довольно большое количество сервисов, и как-то их нужно оркестрировать друг с другом. Поэтому у нас есть простая задача, да, то есть выдать пользователю, там, обложку альбома, например, да, то есть для этого нужно вызвать как минимум пять различных сервисов, например, да, чтобы выдать правильный результат. Это такая комплексная задача. Прочти любая задача всего того, что вы видите на фронт-энде, оно так или иначе комплексное, да, то есть не бывает такого, что задача прямо там один сервис и все, и больше нет никаких других. Как минимум авторизация, какие-то дополнительные данные, логирование и так далее, это все, устраивается весь этот процесс. Вот. Значит, соответственно, да, пять параллельных вызовов. Ну, в принципе понятно, то есть если сервисы не зависит, мы можем их параллели вызвать. И, скажем, в идеальном мире, да, мы можем делать запросы куда угодно, к любым инстанциям, да, то есть к одному, к другому, и они все всегда будут отвечать. К сожалению, наш мир не идеален, и в нашем не идеальном мире есть некоторая вероятность того, что наш сервис ответит правильно, да. Правильно, это значит, что он ответит не ошибкой, например, какой-то, и за приемлемое время. То есть если сервис отвечает, например, на минуту, да, вы ожидаете, что ответ придет за миллисекунды, значит, он работает уже неправильно. А цифра здесь света, вот здесь вероятность 99%, это цифра света вообще с потолка, только для того, чтобы облегчить нам с вами математику, да, в реальной жизни, конечно, две девятки, это вообще не уровень, в общем-то, сервиса, его работы чаще всего. Здесь возникает такой, в общем-то, вопрос, что если у нас каждый сервис, опять-таки, для облегчения нашей математики имеет вероятность успешного вызова 99%, то какая, в общем-то, будет вероятность успеха всей нашей компании по получению обложки, да. Вот. Кто считает, что здесь правильный ответ написан? Есть такие? Отлично, вы хорошо учили математику, да. Значит, сильная вероятность успеха здесь равна, примерно, на самом деле, 95% всей этой компании, да, то есть это довольно простая, в принципе, задача, один сервис открылся, мы не получили, например, информацию, ну, все, как-то, да. Привет. И поэтому наша задача, как бы у нас есть проблема такая, что, во-первых, еще эта очень вероятность сходится, из-за того, какой инстанс мы, на самом деле, вызвали, да, то есть, какой инстанс мы выбрали для того, чтобы сделать запрос. И наша задача именно понять, какой инстанс лучше всего подходит для наших запросов. То есть каждый сервис, он же не представляет за себя, там, один жарник запущенный где-то. Правило, это, там, либо набор серверов, либо, там, набор докер-контейнеров, да, они лежат на разном железе, у них, там, есть разные, у этого железа, есть разные параметры, и много-много всего, что может, в конечном счете, повлиять на то, как данный инстанс, вообще, его, насколько часто стоит его вызывать. Вот, и поэтому мы хотим, на самом деле, сделать так, чтобы вероятность успеха нашего одиночного вызова повысилась, и тем самым мы повысим вероятность успеха всей нашей компании, да, то есть, логичное предположение. Вот, и поэтому эту именно проблему мы будем сегодня решать. То есть, как увеличить вероятность? Ну, в принципе, довольно простая идея. Значит, как это мы будем делать? Все знают воронку продаж. Кто не знает, что такое воронка продаж? Ну, хорошо, вот кто не знает, я вам расскажу не на примере продаж, а на примере, например, там, HR-кандидатов. Представьте все, что вам нужно найти наилучшего кандидата, да, то есть, вначале у вас есть набор кандидатов. Это вот серенькие вот эти все вещи, это серые инстансы одного нашего какого-то сервиса. Мы, на самом деле, о них ничего не знаем. Ну, нам надо будет жить в таком продлении, что вначале мы ничего не знаем про них. Потом мы как-то узнаем, кто-то из них хуже, кто-то из них хуже, кто-то сразу не подходит по нашим критериям. Да, холстчек не сработал, значит, наверное, этот сервер инстанс вообще отвалился, его вообще не стоит вызывать. И вот профитровали каким-то образом, да, то есть, какой-то вот один из инстансов у нас уже отвалился. Может быть, какая-то более сложная, в принципе, у нас, да, ситуация, например, если инстанс находится в другом дата-центре, в другой зоне доступности. То есть, так же, как с кандидатом, то есть, если у нас много локальных кандидатов в нашем городе, то, может быть, нам не стоит пытаться релаксировать кандидатов из другого города, да, к нам, потому что это просто дороже, там, и там, больше рисков, например. Но даже в том случае, когда у нас остается какой-то набор кандидатов, да, например, в данном случае два инстанса для вызова, нам все равно нужно сделать выбор. Этот выбор мы должны как-то уметь его, ну, осуществлять. То есть, мы же не можем сразу два, в принципе, она не нужна, она нужна один. А, и в этом у нас должно быть некоторое правило. Ну, не знаю, там, хотя отменьше, там, 30 лет, скажем, да, но в данном случае у нас, там, или рандомно, давайте ткнем пальцем любого из них, ну, они, в принципе, примерно одинаковы. И по такому принципу мы его берем. В принципе, вся эта воронка существует, ну, и потом, да, клиент вызывает инстанс-сервис и получает ответ. Вся эта воронка, она существует только для одной цели, это увеличение вероятности, да, то есть, прохожая это сито, инстансы пытаются как-то себя продать, да, то есть, вот, где они находятся, в каком дата-центре, что сейчас этим дата-центром, далеко ли он от нас, а там, как он там быстро отвечает или как он медленно отвечает и так далее. И мы пытаемся выбрать, вот, они себя пытаются продать, и мы пытаемся их купить, да, вот это вот, как бы такая идея и модель. Окей, давайте начнем с первого, вопрос, он довольно короткий. В общем-то, как мы их узнаем, где они вообще находятся? Ну, для этого есть различного рода рейсов сервисов. Это могут быть и базы данных, и какие-то property файлы, или переменные там, окружения, то есть, да, все это можно использовать. Есть специализированные средства, такие как Netflix, Africa, Consul, TCD, Zoomkeeper, вы можете использовать там любой, который вам больше нравится, например, для хранения. Также, учитывая всякие разные облачные технологии, то на самом деле и Kubernetes, и Mezos, там, да, соответственно, DCOs и прочие вещи, они тоже, в том числе, хранят информацию, где ваши инстанции развернуты, поэтому они тоже, ну, они все имеют API, и поэтому каждый из них может выступать в качестве реестра сервисов в том числе. Да, значит, при чем здесь Spring Cloud вообще? В принципе, у нас Spring Cloud – это именно фреймворд для разработки распределённых систем. И он реализует основные паттерны, да, в различном роде, там, обнажение сервисов, балансировка данных, то же самое, Circuit Breaker, да, паттерны. То есть, там есть уже конкретные готовые реализации. И он имеет различные коннекторы к третьим, там, решениям, да, то есть, коннектор к Net, к Everic, коннектор к Consul, там, к Zubiper и так далее. Вот, и, значит, у него есть client-side load balancing, да, паттерн, соответственно, в котором мы просто берём… У нас есть некоторый наш типик клиент, который крутится в нашем сервисе, он берёт данные из реестра сервисов после конфигурации и потом в делах вызовы на, собственно говоря, эти инстанции этих сервисов. Сам load balancing в Spring Cloud, он основан на проекте Netflix Ribbon. В принципе, он может использоваться вне стека Spring Cloud и вообще, в общем случае, он вообще не требует никакого реестра сервисов, вы можете конфигурировать его с помощью обычных property файлов. Вот, значит, работа данная именно по этому принципу, который я рассказывал в начале, да, презентации, и, значит, первая его часть — это именно набор кандидатов, как их получить. В Ribbon это называется Server List. В данном случае Server — это на самом деле инстанс, правильно считать? То есть, чтобы у вас нотация не путала, а именно Server — это инстанс конкретного сервиса. Вот, он может быть статически задан через конфигурации или вот как раз-таки брать информацию из некоторого реестра сервисов. Как это вот, самая простейшая там, одна из самых простейших реализаций — это через просто конфигурационные настройки. В данном случае у меня есть набор из двух серверов, да, то есть два инстанса нашего сервиса, я их прописал в конфигурации. Затем, когда я делаю какие-то вызовы, да, скажем, я могу с помощью Load Balancer сделать реконструкцию URI, то есть произойдет просто-напросто, ну, реконструирование URI, если в URI я использую идентификатор моего сервиса, да, который я хочу, это некоторый алиас, то в конечном счете, если я буду вызывать данный метод, да, URI, то он мне будет вызывать разные реальные URI инстансов. То есть в данном случае, в первом случае, может дать, не знаю, HTTP хост 8080 с LHMI, в данном случае, в другом случае, мне будет дать самый нотер хост. Ну, и так далее. Если, к связи с инстансов больше, то и вариаций больше. А через тот же самый Fein, да, о котором тоже сегодня рассказывали, сделать это чуть попроще, то есть мы указываем просто идентификатор нашего сервиса, в, собственно говоря, аннотации FeinClient. И после этого, в принципе, если мы там вызовем эти, будем вызывать URI адрес, где этот FeinClient зарегистрирован, то нас будут также кидать, точнее, проксировать запросы к тому или иному реальному инстансу. Окей. Допустим, мы сконфигурировали это как-то и получили информацию из реестра сервисов, и нас дальше-дальше. Задача – это именно понять, ну, как бы первое, есть ли живые инстансы, есть ли вообще кого-то вызывать. И, значит, как проверить вообще, что он живой? Обычно эта информация есть двумя способами. Как правило, любой реестра сервисов так или иначе сам проверяет живучесть этих сервисов. Что Эврика, что Консул, что Мезосмарафон и так далее. Почти все они это делают сами. И они присылают эту информацию вам уже готово, и вы ее можете распарсить и использовать. Однако здесь есть одна проблема. Изначально мы не знаем ничего о наших инстансах, и потом мы получили о них некоторую информацию. То, что вот у нас там есть набор кандидатов. И потом выбрали какого-то кандидата по нашим правилам, по некоторым. Потом мы вызываем, вызван кандидата, который мы получили, но в итоге наш вызов не проходит. Почему? Ну да, потому что есть некоторое время, задержка, когда мы получаем состояние нашей системы, и когда мы используем результаты состояния нашей системы для того, чтобы сделать действие. И это надо тоже всегда учитывать. Казалось бы, простым вариантом является, давайте мы попингуем инстансы еще дополнительно. Ну, например, мы можем там получать их раз, например, 30 секунд, а пинговать раз в секунду. Ну и, соответственно, уменьшаем количество времени для получения информации. Вроде как наше состояние будет чуть более актуальное, чем было раньше. Значит, работает следующим образом. У нас есть некоторый background task, который внутри себя пингует всех кандидатов. Ну, в общем, довольно простая идея. Ну, и он проверяет, жив ты или нет. Ну, если, соответственно, инстанс не жив, он его помещает как неживой после пинга. Значит, есть разные стратегии. То есть, он делается по разным стратегиям. Стратегия — это интерфейс. Вы можете написать любую свою стратегию, как и все вообще в спринге. По умолчанию, однако, используется стратегия, которая называется serial pin strategy, она последовательная. То есть, что она делает? Она берет набор кандидатов, просто делает по ним циклу и проверяет каждого кандидата на живучесть. Да? Какие здесь есть проблемы? Ну, основная проблема здесь в том, что это последовательное действие и что делать, если пинки слишком долго не прошли. То есть, соответственно, где-то там крутится, и информация у нас становится потихоньку outdated. И, может быть, вообще не то, что мы на самом деле ожидаем. И если посмотреть на самом деле реальные реализации, которые вы, скорее всего, будете использовать, когда вы используете Spring Cloud или уже используете, они на самом деле все фейковые. Они никто не делает реальных запросов к инстансам сервиса. Они все просто берут ту же самую информацию, по которой происходила первичная фильтрация. На самом деле, если вы берете Spring Cloud по умолчанию, вы можете просто отключить pinger вот этот, собственно, интерфейс, и вообще ничего не потеряете. Да. То есть, это все красненько, я пометил, потому что на самом деле все эти методы, это по факту просто возвращение вот типа либо num, либо true или false. Внутри. Окей. Но все-таки вы можете сделать, есть реальная имплементация, она даже есть, называется ping rule. И, в принципе, на свой страх и риск вы можете написать вот эту стратегию или заиспользовать ее в ваших проектах, если вы знаете, для чего вы это делаете. Вот. Поэтому, в принципе, проверять на уровне предложения, на уровне инстанса все сервисы на самом деле дорого. Если нам реестр сервисов уже дает эту информацию, то, в принципе, можно их доверять и на этом не остановиться. Да, если очень нужно, там есть возможность открутить интервалы, сколько раз мы забираем данные из реестра. Да, то есть это может быть, там, именно тот интервал, который вам интересен. Ну, окей, значит, мы, в принципе, получили стейк. И наша следующая задача, это вообще понять и отсеять плохие, да, инстансы сразу. Зачем они нам нужны? Вот. А определение плохого мы тоже сейчас потихоньку разберем в процессе. Ну, значит, отсеивание происходит с помощью цепочки фильтров. Да, то есть фильтры просто классно нажали, их можно писать самому, их можно комбинировать разными способами, через наследование, через композицию, как вам нравится. Можно в параллели вызывать фильтры, можно еще как-то делать. То есть возможности, ну, не ограничены ничем, кроме, там, ваших реальных задач. Значит, как работает фильтрация, и вообще зачем она нужна? Ну, вот у нас есть, значит, две там зоны, если вам этот термин именно с прикладки пришел из Амазона, из AWS, да, VWT-Zone. Вы, в принципе, можете, там, рассматривать зону, например, просто как набор машин, которые стоят рядом, или это как дата-центр, или еще каким-то образом, да. Мы можем говорить про зону в нашем сегодняшнем докладе, да. Соответственно, у нас в каждой зоне, вот есть некоторые инстанции нашего сервиса, есть клиент. Да, у клиента есть своя локальная зона, и понятно, что все запросы внутри локальной зоны, они дешевые. Ну, потому что, по всем понятным причинам, да, то есть меньше сетевых задержек и так далее. Они предпочтительные для нас. Все запросы в другую зону, они чуть дороже, да, иногда значительно дороже. Но, как бы, все меняется тогда, когда в нашей зоне начинаются какие-то проблемы блокальные, да, то есть что-то с нашими инстанциями происходит. Там диплой неудачный пошел, вообще, там, не знаю, перегрузка чего-то, еще какие-то проблемы и так далее. И тогда наши запросы, которые, казалось бы, были дешевыми, вдруг неожиданно становятся не совсем, предотвращаясь, дешевыми, но становятся непредсказуемыми. То есть мы не знаем, насколько мы можем получить там, ну, хороший гарантированный ответ. И в этом случае наша стратегия может быть такая, что мы предпочтем вместо дешевого запроса более дорогой, но с более гарантированным результатом ответа, который нас устроит. Да? Именно по такому принципу работает, например, зона affinity filter. То есть у нас есть разные фильтры, а зона affinity filter, она работает именно по этому принципу. То есть что они делают? Он берет load balancer и пытается с помощью фильтрации получить список тех инстанций, которые эту фильтрацию переживут, что называется. Как это работает? Есть статистика. Так как мы делаем все вызовы с нашего клиента, мы можем собирать различные роды статистики. И эта статистика собирается в разрезе зоны, в разрезе инстанса, в разрезе сервиса и так далее. И в этой статистике есть некоторая довольно интересная и клевая вещь. Ну, например, все эти статистики попадаются в snapshot зоны. В snapshot зоны придется на некоторый момент времени. То есть когда вы его снимаете. Да, что там есть интересно? Там есть интересное следующее что-то. Например, там есть количество активных соединений. Нам в текущий момент каждому конкретному инстансу, каким-то сервисом в рамках зоны и так далее. Вы все это можете знать. Количество серверов активных. Что такое активные серверы? То есть это тот инстанс, который не помечен как, собственно говоря, неживой. То есть он есть в настоящий момент и потенциально может быть вызовом. И он считает также как раз-таки количество инстансов. Инстансы, которые попали в так называемую ловушку Serkut Bricker. То есть те, для которых паттерн Serkut Bricker пришел в состоянии опыт. Открыт, соответственно, что у них явно какой-то перегруз у этого инстанса. И скорее всего, лучше ему запрос не слать. То есть, как говорится, если мы не можем, можем не слать ему запрос. Лучше ему запрос не слать. Если это статистика, то есть вы можете взять и есть некоторый набор настроек, который можно управлять. Соответственно, они как раз-таки выходят от того, что в этой статистике есть. Например, есть, собственно говоря, такая вещь, как максимальная загрузка на один инстанс. То есть, чем больше максимальная загрузка, тем, значит, хуже нашему инстансу. Например, минимальное количество доступных инстансов в одной зоне, в которой у нас есть. В данном случае, в два. И смысл в том, что если эти все параметры зелененькие, все зелененькие, это важно, то мы исключаем инстансы из других зон. То есть, мы считаем, что в нашей зоне все хорошо. Наша зона не перегружена, и нам незачем вызывать инстансы из другой зоны, в принципе. Если хотя бы один из них по каким-то причинам не выполняется какой-то критерий, то в данном случае мы считаем, что с нашей зоной все-таки, наверное, уже что-то не совсем так, как мы хотим. И поэтому в данном случае мы не будем отсеивать инстансы из других зон, и они останутся в списке кандидатов до дальнейших либо фильтраций, либо правил выбора. И в данном случае у нас запрос может уйти и в нашу локальную зону, да, соответственно, или в другую. Ну, в зависимости от того, как там дальше наша вороночка устроена. По умолчанию, если вы ничего не делали, в принципе, используя стандартный ScreenCloud Netflix, то у вас будет использоваться zone preference фильтр. Значит, как он работает? Зон preference фильтр, он вообще, говоря, берет и если есть хотя бы один инстанс в нашей локальной зоне, он будет использовать его. Ну вот, да, он так работает. То есть он проверяет, что если у вас инстанс в вашей локальной зоне, то он вернет его, а если, соответственно, нет, ну, значит, возьмет инстансы из других зон. То есть он максимально пытается локализовать запросы. Вот, значит, окей, цепочку фильтра вы можете написать свою сами по тем принципам, которые вам нужны. Я знаю задачу, это именно отсеять каких-то плохих кандидатов или также в том числе не только отсеять плохих кандидатов, но и увеличить шансы, скажем так, на вызов, на более дешевый вызов, да, скажем. То есть если у нас плохих кандидатов нет, то мы можем взять, например, более дешевый кандидат из списка. Окей, и в конечном счете у нас есть всегда некоторое правило выбора, да, то есть даже о котором как раз таки говорили, что если у нас есть набор оставшихся кандидатов после фильтрации, мы хотим кого-то выбрать конкретного. Это наше, в принципе, последнее мере. Заключается, например, в следующем, что да, вот у нас осталось два инстанса, классический случай, кого-то надо взять для одного, да, кого именно. Стратегий существует много в правилах выбора. Их больше, чем фильтры, например, да. Они есть разные. Ну, Round Robin и Random, я думаю, все понимают, как это работает. Да, никому не надо объяснять, что Random просто выбирает Random, а Round Robin там последовательно друг за другом по кругу выбирает инстанс из списка. Гораздо интереснее другие фильтры. Ну, значит, фильтры правила. Значит, первое, которое мы смотрим, наверное, это Weighted. Даже Weighted Response, на самом деле, Rule. И вообще, если вы вспомните там весовые правила, то, наверное, вам на ум придет, может быть, Engines. Да, какой-нибудь. В Engines можно поставить различные роды веса для каких-то хостов. Вот здесь, в Engines, как бы, вы эти хосты, собственно, веса прописываете, там, сами, да, то есть, какими концентрами предопределено, исходя из ваших ожиданий, что, например, хост один в три раза мощнее, чем хосты два и три, к примеру. В Spring Cloud, где у Эйтотру работают по-другому. Это тоже background-таск. И этот background-таск, он внутри себя перечитывает веса, которые потом клиент, который осуществляет Load Balancing, использует. И, соответственно, это довольно простой расчет весов. То есть, он берет, суммирает среднее время ответа, собственно, говоря по всем инстансам на одного и того же сервисе и вычитает из них, собственно, время ответа средне конкретного инстанса сервиса. Таким образом, чем больше время ответа у инстанса, тем меньше его вероятность, собственно говоря, там быть вызванным. Потому что его вес будет меньше. Ну это динамика. И на вот таком простом примере у нас есть два инстенса. Один медленный, другой быстрый. Ну, а не резервый быстрый, но один быстрее. 10 раз. Значит, и мы подадим некоторое количество запросов в единицу времени. Значит, если мы сделаем раунд, то наши 5000 запросов, они распределяются равномерно. То есть у нас будет 2500 на один инстенс и 2500 на другой инстенс распределены. И в этом случае наше время ответа будет равняться 70 миллисекундам. Ну, много это или мало, вопрос открытый. Наверное, можно лучше. Если использовать весовые правила, то у нас будет другая ситуация. То у нас наши запросы распределяются уже по-другому. И инстенс, который отвечает быстрее, на него будет подано большее количество запросов. И в итоге среднее время ответа мы ожидаем уменьшиться. Ну, в данном случае это 27 миллисекунд. Однако здесь есть один момент. То есть если вы, скажем, только запустили приложение, или подали в каком-то тесте меньшее количество запросов, которые вы хотите, то в данном случае у вас может оказаться так, что вы получите результаты такие же, как на round robin. Почему так происходит? Ну, потому что, как я уже говорил, это все background task. Да, background task. И в background task у нас есть интервал пересчета весов. По умолчанию он равен 30 секунд. То есть только через 30 секунд после начала работы приложения веса будут пересчитаны. По умолчанию веса равны, собственно говоря, по нолям. Ну, когда все веса по нолям, то это то же самое, что все инстенсы имеют один и тот же вес. То есть никто из них не превалирует. Вот. Уменьшим время интервала вы сможете, в принципе, быстрее, гораздо получать более актуальную информацию, более актуальный пересчет ваших, собственно говоря, весов. Ну и да, если так сделать, то весы будут по-другому распределены. И видно здесь, что, в принципе, медленный инстенс имеет почти в 10 раз меньше веса, чем быстрый. Окей, значит, это лишен данного недостатка в какой-то мере. Есть bestability rule, так называемый. Значит, работает он следующим образом. У него очень простая математика и очень простая идея. Идея простая тем, что он выбирает просто-напросто тот инстенс, на который в настоящий момент имеет меньшее количество активных соединений. Активное соединение – это значит, что мы в настоящий момент пытаемся получить, там, ну, отправили запрос, пытаемся получить ответ данного инстенса. Вот формально там, по-моему, используется, насколько я помню, используется просто atomic переменная, которая там плюс-минус один каждый раз, когда вы запрос отправляете, она его накручивает, когда запрос релизится, она его скручивает на единицу, ну и так далее. Вот, соответственно, получается так, что в каждый момент времени мы ставим… В чем идея? Идея в том, что медленные инстенсы, скорее всего, будут дольше держать соединения. Соответственно, те, как они дольше держат соединения, то у них большее количество соединений активных в параллели. Соответственно, те инстенсы, которые более быстрые, то наверняка у них количество таких соединений будет меньше, поэтому им нужно загрузить этот запрос. Ну, вот такая идея. Меньше активных соединений – больше шансов на успех. Если надо короткую выжимку этого правила, то он работает именно по этому принципу. И если в нашем кейсе он будет показывать хорошие результаты с самого начала. Объясняется это тем, что у него просто-напросто тоже есть время обновления, то есть это одна секунда, насколько я знаю. И единственное, что настроить интервал пересчета, не залазя вот в глуби, значит, Spring Cloud и не пытаясь там подменить некоторые классы, ну, не получится. То есть нет такой настройки, которая бы этим управляла. По крайней мере, я не нашел там. Он как хардкодный тысяча миллисекунд стоит и все. Есть availability filtering – это еще один rule, но он довольно такой, он базируется на round robin'е и использует следующую стратегию. И он просто отфильтровывает некоторые инстансы, которые он посчитал там не самыми удачными. Ну, в данном случае, например, вот он отфильтровал те инстансы, у которых количество активных соединений, точнее он взял те инстансы, у которых количество активных соединений меньше, чем максимальное количество активных соединений из всего списка инстансов. И также отфильтровал те инстансы, которые сейчас перегружены. То есть он сначала фильтрует заполнительный рул, а потом из них выбирает рамп-тробин. То есть такая дополнительная постфильтрация в самом конце. Но по умолчанию ни один из этих правил не используется. А используется правило, которое называется zone avoidance. Зе что он заключается? Zone avoidance.ru, он состоит из набора, используется механизм композитного предиката. Композитные предикаты это следующая штука, что понятно, так как они композитные, то они состоят больше, чем из одного предиката. И работает это следующим образом. У нас есть композитный предикат. В данном случае у нас есть предикат 1 и предикат 2. Соответственно для каждого композитного предиката можно описать настройки, что он должен выдать. То есть, например, мы говорим, что после нашего первого атомарного предиката 1 у нас должен остаться как минимум один инстанс для того, чтобы мы могли его вызвать. То есть если у нас будет 0 инстансов, то наш предикат не сработал на самом деле. То есть в данном случае, если у нас количество инстансов 2, то у нас все хорошо. И мы этот предикат обработали и дальше взяли там про раунд Робину. Ну да, в данном случае вот каунт, он удовлетворяет этим требованиям. В бронейном случае, если, например, у нас остался 0 этих самых инстансов, то есть он ничего не вернул на предикат, это тоже не очень хорошо, потому что мы не можем никого вызвать. То есть нам все равно нужен кто-то хотя бы, что если он живой, то ну ладно. Может наш предикат слишком строгий. Поэтому мы переключаемся на менее строгий предикат. То есть в следующей цепочке предикат менее строгий. И в конце цепочка может оказываться вообще просто там обычным раунд Робин предикатом, типа возьми любой, который был. Ну и, соответственно, работает зону вводим следующим образом. Он точно так же берет, рассчитывает зоны, смотрит, где зоны хорошие, где зоны не очень хорошие, удаляет оттуда, значит, инстансы из таких зон, которые сейчас плохими, и те инстансы из зон, которым сейчас нужно избегать. Они основаны на перегрузке и количестве инстансов, которые попали как раз таки в состояние паттерна сиркульт-бреккин-опа. Это тоже все можно настроить через настройки так, как нужно для какой-то конкретной ситуации. Вот. И, в принципе, единственный минус этого правила, если вы используете не Netflix стэк, ну то есть не Spring Cloud Netflix, например, Spring Cloud Console, то в некоторых случаях, если не используется зональность, то он практически бесполезен. Федерация, можно скрутить ее там до, в принципе, обычных раунд Робинов, потому что на самом деле у вас все инстансы будут сейчас в одной зоне, какие бы они ни были. Значит, правила, они еще больше увеличат шансы на наш РНТ более хороший инстанс. Ну и по умолчанию хитрые правила, как я сказал, не используются. Да, и это хороший вопрос, почему они не используются. То есть почему используются зональность по умолчанию, а не Best of Edibility Rule. Смысл в том, что вообще всех этих манипуляций из Best of Edibility в том, что он не всегда может быть предсказуем. Связано это с тем, что у нас он рассчитывает, ну, скажем так, он пытается делать какой-то... Не вы его настраиваете, в принципе, и он не является особо безопасным. Используются нужно с осторожностью, поскольку если система все, в принципе, ну, относительно неплохо, то он работает, конечно, хорошо. Если система начинает совершать различные роды проблемы, то он начинает работать непредсказуемо, возможно, вы получите даже худшие результаты, чем если вы просто раундтроплены брали. Однако все эти вещи, да, вот, собственно говоря, про которые там рассказывал я, есть еще один вариант, как повысить эту вероятность. И он называется Speculate for Try. Мы его у себя используем довольно в больших масштабах. И он не реализован в Spring Cloud, как ни странно. Есть Speculate for Try, означает, в следующем, что у нас вместо одного вызова мы делаем два. Это может быть по разному сделано, эти два вызова он будет сразу же параллельно быть сделан, или через какое-то начало один, потом через какой-то небольшой интервал времени другой, ну и так далее. И в этом итоге мы берем тот ответ, который пришел к нам первым. То есть, который успешен и первый. Из-за второго ответа мы игнорируем, какой бы он ни был. Успешный, неуспешный, нам уже не важно. Мы берем тот, который пришел к первому правилу. Если, в принципе, наша система работает более-менее стабильно, то вероятность успеха у нас рассчитывается уже по другому формуле. Если был наш каждый конкретный инстанс до этого, то использовался Speculate for Try, и, собственно, была у нас вероятность 2 девятки, то, соответственно, после Speculate for Try 4 девятки. Ну, с Artie Magic не существует же, магии. Ну, ничего не бывает бесплатно. Плюсом является то, что он надежен в эксплуатации. То есть, в отличие от этих генерических правил, которые рассчитывают себя в динамике, он ведет себя довольно предсказуемо. Ну, вы всегда знаете, что будет два вызова. Первый успешный мы берем. То есть, логика минимальна, которая у нас была бы, и она работает. Однако, ну, понятно, что какие есть ограничения. Что все операции, так иначе, должны быть идемпатентные. Потому что мы не можем использовать, ну, то есть, понятно, два вызова. Если это какая-нибудь стандартная база на запись, то уже, наверное, нет. По крайней мере, если в базе нет проверок, что у вас находится запрос один или тем же идентификатором, то есть, нужно как-то поработать над этим, чтобы взять вызов идемпатентный. Ну, на чтение все операции работают. Прекрасно. Ну, и, да, количество вызов увеличится в два раза. Насколько это проблема, это тоже отдельный вопрос, как бы. Но, в целом, на самом деле, вы все можете позволить чаще всего такого увеличения вызова, потому что, ну, на самом деле, у вас есть какая-то дополнительная, скажем так, кризм мощности, которые у вас так должны быть для того, чтобы вы могли пережить, скажем, падение метеорита на один дата-центр. Вот. Но нужно также понимать, что базировка — это все круто. Она, да, действительно, увеличивает некоторые шансы на успех, она делает нашу систему более устойчивой. Однако, в какой-то момент, если нам не хватает ресурсов, никакая балансировка нам, в принципе, не поможет. То есть, если мы не можем обработать то количество запросов, которое к нам идет, то нам остается только деградировать. Да, то есть, соответственно, деградировать, правда, так, чтобы желательно с минимальным эффектом на пользу. Вот. Все. Ну, то есть, то же самое парку и сроку Дрикер — это на самом деле graceful degradation. То есть, мы пытаемся деградировать максимально быстро с минимальным эффектом. А потом, когда у нас, в принципе, все становится более-менее снова хорошо, то мы можем вернуться в нормальное состояние, в нормальную эксплуатацию системы. Окей. Значит, выводы какие у нас? Ну, основная цель у нас все-таки предсказуемая работа нашей системы. Вот. И чем проще, тем надежнее. Это, как правило, ну, такой довольно базовый принцип. Сложные вещи, сложная математика — это дает не всегда те результаты, которые хочется. Значит, многие вещи от нас, Spring Cloud, уже за нас сделали люди умные. А часть из них они от нас спрятали. И если вы хотите выжать максимальную какую-то эффективность, то нужно изучать те технологии, которые уже внутри. То есть, Spring Cloud — это, да, то, что Pivotal там делает, например, в основном, ну, пилит. Ну, а также нужно понимать, что те технологии, которые внутри используют, они на самом деле, ну, может, могут быть использованы не в Spring Cloud, и вообще там у них гораздо больше порой различного рода опций применения, чем изначально есть. Ну, да, балансировка не поможет в каких-то экстремальных случаях, когда все упало, и в какой-то момент нужно деградировать. И если это Spring Cloud, то, соответственно, использовать Histrix для того, чтобы, ну, не перегружать какие-то части системы свои. А здесь есть ссылки на библиотеки, то есть, есть ссылка на Netflix. Тот самый, который, в принципе, мы использовали, да, его идеи есть. Ссылки на Spring Cloud Netflix, есть на, там, в одной из моих библиотек, есть на Kubernetes, если вы используете, то тоже есть. Возможно, что вы используете, например, как CMS Regist, или том числе, и там, сайт-балансировкой. Вот, если вы хотите узнать больше, то есть выступления с JOOG.RU, там, два с половиной часа, по-моему, с демо, там, всякими разными и так далее. Можете посмотреть на YouTube, уже валяется. Да, ну, и если вы хотите попробовать демки, которых сегодня не было, вот, вы можете пойти на GitHub, найти там мой репозиторий, и попробовать запустить его и поиграться. Там есть разные интересные вещи, сначала уже видео посмотреть, а потом поиграться, чтобы понять, что там вообще запускать, и как оно, и на что обратить внимание. Ну, и проверить какие-то вещи сами, если хочется. Вот. Да, все, вот на этом, наверное, окей. И спасибо за внимание и вопрос. Здравствуйте, спасибо за доклад. Хотелось бы узнать, вот, когда вы подготовили кандидатов, да, для отбора, вот вы их там, ну, они живые, все кандидаты, вы их там спринговали или еще что-либо, дальше вы их тянете по каким-то критериям своим отбора, и на последнем этапе кандидат отваливается, то есть он умирает. Вы, как вы делаете, поднимаетесь выше и беретесь в предыдущий уровень, потому что там же он был примерно одинаковый с ним, либо заново готовите группу кандидатов, то есть для... Насколько, я понял вопрос, насколько я знаю, спринклауд, у них есть ультра и полис, различного рода запросов, и, насколько мне известно, то есть, набор кандидатов и базовая информация о них, ну, например, холст-чеки, которые пришли из реестра сервисов, их не надо заново готовить, если они уже есть, для повторного запроса в случае того, что если запрос не прошел, да, к этому коньету. Но вся остальная федерация пройдет заново. Ну, надо здесь учитывать, что многие вещи, как я уже говорил, всякие там зоны, там, статистика, значит, пересчеты весов и так далее, вся эта математика, она почти вся крутится на уровне, там, background task. Вы говорите, и готовить не нужно, то есть, а есть смысл заново сверху прогонять, если внизу был уже кандидат, который, то есть, он опять же выпадет на предыдущем уровне? Ну, напиши свой репрессор, наверное, можно сделать. Ну, я, реализации, я не видел такого, вот. Ну, то есть, спасибо. Спасибо за доклад. Вопрос такой, вы говорите, у вас два вызова, отлично, но их так тоже нужно как-то подобрать, это раз. И, во-вторых, есть ли у вас какой-то мониторинг, там, ну, в случаях реально failsafe, то есть, если у вас там, там, все очень много, там, на одном дата-центре, и вообще как-то вам надо деградировать? Ну, вот, смотри, да, во-первых, об этом хорошо в видосиках есть, сразу же, которые я давал в начале. Во-вторых, у нас есть еще будут отдельные доклады, уже были на хайлоде, еще будут тут разные другие конференции, типа, там, девупсы и так далее. Там будут ребята рассказывать про смарт-мониторинг, то есть, как мониторить, когда у вас падает один какой-то инстанс, и вообще, как найти root cause, проблему ее пофиксить. Да, до этого, да, до этого деградация в каких-то местах. То есть, например, у нас, как бы, есть некоторые вещи, например, просто ты зайдешь на, например, на веб-портал, и там, например, не будет какого-то блока, ну, скажем, там, последние, там, какие-нибудь уведомляшки от друзей. Если его нет, конечно, не очень хорошо, да, все-таки это проблема, ее надо фиксить, но это не такая проблема, прям, как, например, там, если есть портал ссылок. Вот, и то есть, если ты можешь обеспечить, собственно говоря, себе в вашем любом приложении так, что у тебя какая-то маленькая кусочка, какая-то маленькая часть, действительно, не работает, в принципе, ну, по какому-то причине не показывается пользу, но при этом весь основной функционал у тебя все равно работает, то это хорошо. То есть, в деградации смысл в том, чтобы начать деградировать с наиболее критичных сервисов, к наиболее критичным в самом конце уже, то есть, ну, стратегия простая. То есть, у вас есть виса какие-то для сервиса, ну, соответственно, комплекс? Ну, конечно, там есть и виса инстенсов, и различные провайдеры, и разные эвристики по поводу дата-центров, где что находится, ну, да, как бы не без этого. Оно, есть некоторые вещи, которые похожи со спринг-клаудом, есть вещи, которые не похожи абсолютно с ними. Вот, просто вот разные штуки. А по поводу еще двух запросов, да, у тебя был ответ, типа, как подготовить кандидатов. Вот, как ни странно, в спринг-клауде нет спринг-клаудов. Это связано еще с тем, что вся идеология Риббана построена на том, чтобы вызвать один единственный инстенс. И почти все остальные библиотеки решения, которые его используют внутри, типа Фейн и так далее, они все руководствуются именно этим, что в конце они получают один единственный инстенс, который им нужно вызвать. То есть, нет такого, нет реализации, ее можно, в принципе, сделать, наверное. Но ее по умолчанию нет, что ты можешь поставить, например, что тебе нужно, на самом деле, не один инстенс получить, через, скажем, а два или три, для того, чтобы там потом сделать параллельный запрос. Не, ну там, наверное, уход еще на то, что есть спринг-ритрай, то есть, ну, не удался этот выдавку, сделаем еще один, потом еще один. Не, нет, я говорил, ритрай обычно есть, спекулятивного ритрай нет. Ну, вот. Добрый день, у меня такой простой вопрос, наверное, что все-таки лучше использовать в качестве сервиса диска? Интересно. Окей, ну, давай, есть разные мнения на этот счет. Я, например, придерживаюсь мнения того, что если у тебя уже все, вообще вся инфраструктура у тебя облачная, ну, под облаком, я понимаю, если есть кубернетес, или мезостан, например, с марафоном, у тебя все инстенсы там уже зареганы, в принципе, то ты можешь попытаться, и у тебя не так много этих инстенсов, то есть не супермного. Такая нормальная, средненагруженная система. В принципе, ты можешь брать прямо из него информацию. У них всех есть API, и для большинства из них есть уже готовый коннектор к Spring Cloud. Если его нет, его можно написать. То есть тот же самый для марафона, я писал сам. То есть это можно сделать. Никакого там rocket science-а супер нету в этом. И потом брать информацию прямо из первоисточника, потому что твой клауд, он уже и так знает, в принципе. Большинство информации необходимы тебе. IP, порты, живучесть, там еще какие-то вещи. Туда можно лейблы напихать, например, поставить, что лейбл, что этот инстенс находится на агентах, у которых HDD стоит. А этот, который на SDD. И вот написать свой фильтр, который, например, HDD будет выбирать там в три раза реже, чем SDD. Ну, например, вот просто вот из головы пример, как бы взят. А так, в принципе, если инфраструктура неоднородна, то есть если нужны какие-то другие сервисы, там, в других языках, которые отдельно регистрируются, там и так далее, то тогда лучше посмотреть в сторону специализированных решений, типа там, Эвлики или консула или еще чего-то. Наверное, так. Ясно, спасибо. Вопрос, как формируются зоны автоматически, на основе статистики какой-то, или же мы сами должны конфигурировать? Ну, сами можем конфигурировать. Да. Единственное, что, как и везде, видео тоже можно посмотреть, джуга там есть, брат. Но если кратко, то каждый реестр сервисов имеет свою уникальную, скажем так, имплементацию. То есть Spring Cloud, несмотря на то, что он дает тебе базовые вещи, базовые настройки, на самом деле, реализация конкретных коннекторов, она очень сильно отличается. Соответственно, конфигурация твоего аппликейшена, она тоже будет отличаться в зависимости от того, какой конечный коннектор к тому же самому реестру сервисов, например, ты берешь. И просто так, например, взять и сказать, что, ну, вот мы взяли, там, и я, там, один, ну, настройку, пилеечку, новую басону под там, северки на консул, у меня все пошло работать, ну, так, конечно, нельзя сделать. И поэтому ты, конечно, должен сконфигуровать сам. То есть хотя бы написать, как ты будешь узнавать, что этот инстанс у тебя в текущей зоне, например, и как там следующие сервисы, в каких они зонах находятся. Исключение, по-моему, составляет здесь, если вы находитесь в инфраструктуре AWS и используете Netflix App, вот он там как-то умеет, значит, исходя из там имени хоста, как-то хитро выбирать зону и, в общем, ее, и потом ее используют. Ну, по-моему, только вот это такое суперавтоматически сделано, все остальное требует вручную, ну, вручную таких допилов хотя бы указать при дипломенте, что этот инстанс в этой зоне, наверное. У меня вопрос, может быть, для отдельного доклада, но как вы видите в этом подходе реализацию динамических и, как Амазон называет, эластичных сервисов, что если вам не хватает 5 сервисов, то поднять еще 5. Спасибо. Это не задача Spring Cloud в данном случае, как бы, ну, с моей точки зрения, то есть, тем более, это не задача клиентской балансировки какой-либо, это то, что, собственно говоря, уже на конечном уровне обрабатывания, да, запроса – это задача той платформы, которая обеспечивает диплоймент и развертывание, и масштабирование сервиса. То есть, например, это задача, скажем, там, кубернетаса, да, это задача его. Это задача какого-то вашего внутреннего решения облачного, если оно у вас есть, скажем. Вот, и так далее. То есть это не задача клиентской библиотеки, которая пишется, это даже не задача аппликейшн, это вообще не его задача, это задача платформы, которая уже сама каким-то образом понимает, что у тебя есть проблемы, нужно добавить там еще дополнительные ресурсы. Спасибо. Привет, спасибо за доклад. Вопрос такой немножко философский. Вот в начале статьи вы сказали, что у вас используется какое-то самописное свое нечто. Вот, если сейчас вернуться как бы в прошлое и стоял выбор между своим самописным и Spring Cloud, выбор, что использовали? Ну, во-первых, я не писал внутренние вещи, и это вопрос, наверное, к тем, кто и писал. На скидку. Ну, давай так, я буду патриотом и скажу, что у нас есть некоторые вещи, которые сделаны лучше. И я бы выбрал их. Спасибо. Можно еще вопросик один? А как вы проверяете, ну, точнее, как вы реализуете вот эту интерпендентность сервисов? Потому что у них какие-нибудь там платежи, там, не знаю, вопросы, друзья, которые два раза не стоят. Значит, они не будут вызываны два раза. Ну, то есть, соответственно, там, где спекулятив ритрай сделает сложнее, чем, собственно, когда сумму выгоды тебе в конечном счете, зачем его использовать? То есть, соответственно, спекулятив ритрай, обычно вот эти все задачи, они чаще всего используются, и в 90% случаев это именно запросы на чтение. Все остальные вещи, они там могут либо внутри как-то реплицироваться, например, когда там само хранящий данных умеет реплицировать, скажем, данные по умолчанию, да, и клиенту не умеет. Но это другие совершенно задачи. Как правило, вот все то, что мы говорим, оно чаще всего используется именно для режима ритрай. Поэтому там спекулятив ритрай нормально используется. Если нужно на запись именно, да, каким-то образом, то, ну, одним из вариантов является там из создания сначала некоторого сурганного идентификатора, по которому вы поймете, что пришедший запрос вторым, например, на там уже бэкэнд-бэкэнд какой-то, что его нужно, его результат нужно игнорировать, поскольку первый был там раньше, например. То есть, не делать, например, две записи в базу данных, поскольку идентификатор сгенерирован уже до того, как этот инсерт произойдет. Ну, на вскидку, да, скажем. Но это вы уже сами с этим поработаете и обеспечите. А это зависит уже от того, какие источники у вас данных и как ваша вообще вся архитектура работает. Вот начнение, там все прекрасно. Ребята, еще вопросы? Так, ну, очень далеко. Давайте, в принципе, уже тут... Ладно, давайте последние вопросы, и все остальное уже в кулачке. Давайте вы... Давайте, вот. Извините. Давайте, пожалуйста, задай камерный вопрос какой-то. Я уверен. Нет, все очень просто. А вот ты говоришь лучше, лучше. А вот выбери самое лучшее, что сделало у вас лучше. И напиши, чем он лучше. Ну, давай. Ну, не надо его, в принципе, писать. Я его уже написал, в принципе. Он и даже рассказал. Да, я, как и сказал, что спирт-ритра нету, собственно говоря. А вот это мне он сильно дает довольно хороший, там, буст и к надежности систем. Да, скажем. Так что твой ответ на твой вопрос уже содержится в презентации. Хорошо. Если у Глебовича в ритраре, ты сказал, что там можно было бы реализовать, в принципе, на текущих абстракциях. Так, почему же ты тогда бы не взял свои буты, если вы делали? Ну, давай так. Есть набор разных архитектурных вещей, которые уже есть, например, на настоящий момент. И, например, тоже там спринг-буты, вообще вся эта штука, они работают, как правило, с теми же данным их ТТП-запросами. В некоторых случаях у нас используется другой ремоутинг, например. То есть надо писать дополнительный уровень абстракции для того, чтобы все это дело за сайт проводит. Ну, к примеру. Поэтому, как бы отвечая на твой вопрос, почему не спринг-бут, например, ну, сейчас, наверное, уже вряд ли прям так вот стоит прям его делать. Если с нуля вообще, в принципе, выбирать что-то, типа есть, брать какое-то свое самописное решение или взять там open-source решение, да, какое-то. Но нужно понимать, что здесь есть определенный трендов и там, и там. У нас довольно высокие нагрузки, и поэтому очень часто нам нужны какие-то очень специализированные вещи, которые не нужны, условно говоря, там, 99% других компаний. Вот. И спринг-бут он решает проблемы, как правило, массовые какие-то есть там. Все будет более-менее хорошо работать, если у вас там массовый какой-то проект. Когда вы упираетесь именно в какую-то экстрему, да, в каких-то вещах, то вам нужно изобретать какие-то свои вещи, какие-то свои юристики, свои решения, в том числе какие-то свои инженерные решения. И не факт, что эти инженерные решения, они будут хорошо работать в рамках тех парадигм, которые есть и существуют. Вот. Поэтому выбирая там свое или не свое, ну, нужно, конечно, здесь некоторые трейдов, и я бы все равно был в некоторых вещах, например, что-то свое написать, потому что вопросы будут работать в каких-то вещах быстрее, например. И с меньшим пожеланием ресурсов. Не знаю. Когда вам его свинг-бут старт ждать? А он же есть. Ну, ты можешь взять, там есть профаканс. Только начнение, правда. Ладно.